ну что актуалочка подъехала всем привет сегодня как вы поняли из названия 24 часа я говорю да сам себе ну потому что все популярные блогеры у которых деньги как говорится куры не клюют спокойно проводит такой челлендж 24 часа говорю да для своих родных и близких там тетя теща жена и похвастаются просто хвастаются то что могут спокойно купить там последний iphone квартиру машину путевку куда-то 24 часа да по богатому так скажем у нас же будет 24 часа на самом деле по простому и я проснулся с такой мысли типа дима ты же наверное не хочешь сегодня сходить на работу да почему бы нет первое желание с утра не идти на работу кстати говоря второе да не заставило себя долго ждать не вставая с дивана сразу дима может быть сегодня хочешь поспать до обеда да конечно же но сейчас я уже в автомобиле и пришло время сказать себе да в третий раз за сегодня иногда знаете хочется чего-то такого покушать чего-то необычного непривычной домашней еды а чего-то такого чуть необычного дима может быть ты хочешь с утра похавать шаверму да конечно так что едем за шавермой парочку 10-15 минут ожидания из мир сейчас короче пойдем пойдем и потом пожрем весь у нас строится что-то типа элитки пожалуйста пару днр чиков теперь остается найти красивый вид где можно похавать я хочу на берег да конечно да едем на берег а а а перчики тоже на месте смотри ну а как я одной рукой камеры держу надо чем-то это сочная прям вкусно не случайно я ее так открыл так ну в общем я докушал было даже вкусно сытно но доедали уже в машине потому что на улице плюс два холодно 30 сентября кофейок с собой сегодняшнее мое да в основном оно я заметил это просто дела которые накопились нужно сделать то нужно сделать это естественно пока сейчас есть время да да конечно да сейчас сделаем да давай это да это короче а посыл того то что чтобы снять видос такой чтобы конкретно не уйти в минуса ну да поэтому они и блогеры и зарабатывают там которые миллионники у них они понимают сколько они с видосом могут заработать и поэтому они в принципе в видосах и дарят айфоны квартиры машины в принципе оно у них там более менее плюс минус отбивается окупается когда ты в принципе деньги считаешь и не можешь их там просто разбрасываться направо и налево деньги на ветер так сказать ты такой блин чем такого еще сделать то есть и когда ты работаешь каждый день для тебя просто вралось допустим отдохнуть элементарные вещи говорю прогулка на набережной похавать чего-то такого потому что тех я знаю людей которые жрут наоборот вот эти фастфуды постоянно они скучают по домашней еде когда ты хаваешь домашние идут ты наоборот иногда хочешь другое попробовать как то так сейчас посмотрим что на ум еще взбредет что можно будет поделать короче я так понял что следующее мое желание домой идти пешком потому что там стоит регулировщик который не может ничего разрегулировать соответственно с этой парковки тебя никто не выпускает а все тянется я пробовал сейчас выехать все это нереально никто не уступает всем насрать все двигаются еле-еле так что я хочу прогуляться домой пешком да я пойду домой пешком потом чуть позже вернусь заберу машину он уже следующий трамвай подъехал как обычно все выезжают на перекресток хотя на перекрестке затор никто правила не читал поэтому все трамваи же в нагляк попер так хотел ли бы я в этот прекрасный день когда я себе на все говорю да съездить в ателье и сфотографироваться для лотереи грин карт да конечно хотел ли бы я воспользовался услугой от виктории по заполнению анкеты для лотереи грин карт да ведь виктория сейчас живет в америке по грин карт и она раньше жила в паладаре так что да 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 делаем скорее всего на момент выхода этого видео у меня на канале уже видос появился про лотерею грин карт и мое отношение к этой самой лотереи поэтому сейчас не буду объяснять и дублировать все это какое у меня отношение и что для меня это лотерея перейдите зайдите на мой канал там найдете этот видос он один из свежих не недалеко и посмотрите собственно как принимать участие в лотерее грин карт и мое отношение к ней чтобы сейчас не возникают лишние вопросы о там лотерея собрался езжать никуда ничего не собрался переезжать просто посмотрите тот видос и у вас скорее всего будут ответы на ваш вопрос как-то так но по традиции будем делать фотографии и заполнять анкету воспользуемся помощью виктории так как можно подытожить это видео наверное то что счастье оно все таки в мелочах живите посредством и пытайтесь кого-то удивить то что вы такой якобы богатый человек ну пример да элементарный с айфоном то есть человек вас сегодня увидел то что у вас айфон завтра он про вас уже забыл ему эта информация как бы не нужна а у вас остается там кредит на целый год живя по своим средствам и балуясь какими-то такими простыми вещами элементарными мелочами и солнце ярче и жизнь веселее на самом деле ни перед кем не надо там показуху устраивать никакую будьте проще так что так подписывайтесь на канал кто еще не подписан спасибо что смотрели этот видос из Павлодара до встречи уже в следующем видео